В сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух? Европейская цивилизация оказалась карточным домиком. Это было слишком горько признавать. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Здравствуйте. Это телеканал Самара ГИС. И мы снова читаем Толстого. В начале февраля 1915 года Алексей Николаевич Толстой выехал корреспондентом от русских ведомостей на Турецкий фронт. А вернувшись через две недели в Москву, снова засел за начатый еще в январе роман Егор Обозов. Но что-то ему в этом романе не нравилось. Казалось слишком пресным и не отвечающим его замыслу дать картину современности. В декабре того же года Толстой, уже оставивший работу над незавершенным Егором Обозовым, писал Натальей Крандиевской из Петербурга. На днях я услышал одну удивительную легенду о Христофоре. И хоть легенда эта средневековая, но это как раз то, что нужно для России, для наших дней. Это грандиозный для романа замысел, которого не хватало Обозову. Летом 1915 года Толстым овладел замысел пьесы «Нечистая сила», который он писал в Коктебеле на даче у Максимилиана Волошина и завершал по возвращении в Москву. Пьеса была принята к постановке, но это были только подступы к тому роману, который был впереди. В кабинете редактора Большой либеральной газеты «Слово народа» шло чрезвычайное редакционное заседание. И так как вчера законом спиртные напитки были запрещены, то к редакционному чаю сверхобычая были поданы коньяк и ром. Матерые бородатые либералы сидели в глубоких креслах, курили табак и чувствовали себя сбитыми с толку. Молодые сотрудники разместились на подоконниках и на знаменитом кожаном диване о плоти оппозиции, про который один известный писатель выразился неосторожно, что там клопы. Редактор седой и румяной английской палатки мужчина говорил чеканным голосом, слово к слову, одну из своих замечательных речей, которая должна была и на самом деле дала линию поведения всей либеральной печати. Сложность нашей задачи в том, что не отступая ни шагу от оппозиции царской власти, мы должны перед лицом опасности, грозящей целостности российского государства, подать руку этой власти. Наш жест должен быть честным и открытым. Вопрос о вине царского правительства, вовлекшего Россию в войну, есть в эту минуту вопрос второстепенный. Мы должны победить, а затем судить виновных. Господа, в то время, как мы здесь разговариваем, под Красноставом происходит кровопролитное сражение, куда в наш прорубленный фронт брошена наша гвардия. Исход сражения еще неизвестен, но помнить надлежит, что опасность грозит Киеву. Нет сомнения, что война не может продолжаться до ли трех-четырех месяцев. И какой бы ни был ее исход, мы с гордо поднятой головой скажем царскому правительству, «В тяжелый час мы были с вами, теперь мы потребуем вас к ответу». Один из старейших членов редакции «Белосветов», пишущий по земскому вопросу, не выдержав, воскликнул вне себя. Воюет царское правительство, причем здесь мы и протянутая рука, убейте, не понимаю. Простая логика говорит, что мы должны отмежеваться от этой авантюры, а вслед за нами и вся интеллигенция. «Пускай цари ломают себе шею, мы только выиграем». Да, уж знаете, протягивать руку Николаю Второму, как хотите, противно, господа, пробормотел Альфа, передовик, выбирая в сухарнице пирожное. Во сне холодный пот прошибет. Сейчас же заговорило несколько голосов. «Нет и не может быть таких условий, которые заставили бы нас пойти на соглашение». «Что же такое? Капитуляция?» – я спрашиваю. «Позорный конец всему прогрессивному движению?» «А я, господа, все-таки хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне цель этой войны». «Вот когда немцы намнут шею, тогда узнаете». «Э-э, батенька, да вы, кажется, националист. Просто я не желаю быть битым». «Да ведь бить-то будут не вас, а Николая Второго». «Позвольте, а Польша, а Волынь, а Киев? Чем больше будем биты, тем скорее настанет революция». «А я ни за какую вашу революцию не желаю отдавать Киева». «Петр Петрович, стыдитесь, батенька». С трудом, постановив порядок, редактор разъяснил, что на основании циркуляра о военном положении военная цензура закроет газету за малейший выпад против правительства и будут уничтожены зачатки свободного слова, в борьбе за которое положено столько сил. Поэтому предлагаю уважаемому собранию найти приемлемую точку зрения. Со своей стороны смею высказать, быть может, парадоксальное мнение, что нам придется принять эту войну целиком со всеми последствиями. Не забывайте, что война чрезвычайно популярна в обществе. В Москве ее объявили второй отечественной. Он тонко улыбнулся и опустил глаза. Государь был встречен в Москве почти горячо. Мобилизация среди простого населения проходит так, что этого ожидать не могли и не смели. «Василий Васильевич, да вы шутите или нет?» Уж совсем жалобным голосом отскрикнул Белосветов. «Да ведь целое мировоззрение рушите. Идти помогать правительству, а 10 тысяч лучших русских людей, гниющих Сибири, а расстрелы рабочих, ведь еще кровь не обсохла». Все это были разговоры. Прекраснейшие, благороднейшие. Но каждому становилось ясно, что соглашение с правительством не миновать. И поэтому, когда из типографии принесли корректуру передовой статьи, начинавшиеся словами «Перед лицом германского нашествия мы должны сомкнуть единый фронт», собрание молча просмотрело гранки, кое-кто сдержанно вздохнул, кое-кто сказал многозначительно «Дожились». И очередной номер был сверстан заголовком «Отечество в опасности к оружию». Все же в сердце каждого было смутно и тревожно. Каким образом прочный европейский мир в 24 часа взлетел на воздух? И почему гуманная европейская цивилизация, посредством которой слово народа ежедневно кололо глаза правительству и совести лоббывателей, оказалась карточным домиком? Нет. Этой редакции усвоить было трудно и признать слишком горько. Антошке Арнольдову поручили отдел военной цензуры. Он под горячую руку взял аванс и на лихаче запустил по Невскому в главный штаб. Заведующий отделом печати, полковник генерального штаба Солнцев, принял в своем кабинете Антошку Арнольдову и учтиво выслушал его, глядя в глаза ясными, выпуклыми, веселыми глазами. Антошка приготовился встретить какого-нибудь чудо-богатыря, Багрового, с львиным лицом генерала, бича свободной прессы. Но перед ним сидел изящный, воспитанный человек. И не хрипел, и не рычал басом, и ничего не готовился давить и пресекать. Все это плохо вязалось с обычным представлением о царских наемниках. Так вот, полковник, надеюсь, вы не откажете осветить вашим авторитетным мнением означенные у меня вопросы, сказал Арнольдов, покосившись на темный во весь рост портрет императора Николая Первого, глядевшего неумолимыми глазами на представителя прессы, точно желая сказать ему, петь же очишка, короткий, башмачки желтые, нос в поту, вид гнусный, боишься, сукин сын. Я не сомневаюсь, полковник, что к Новому году русские войска будут в Берлине. Но редакцию интересует главным образом некоторый частный вопрос. Полковник Солнцев учтиво перебил. Мне кажется, что русское общество недостаточно уясняет себе размеры настоящей войны. Конечно, я не могу не приветствовать ваше прекрасное пожелание нашей доблестной армии войти в Берлин, но опасаюсь, что сделать это труднее, чем вы думаете. Я со своей стороны полагаю, что важнейшая задача прессы в настоящий момент подготовить общество к мысли об очень серьезной опасности, грозящей нашему государству, а также о чрезвычайных жертвах, которые мы все должны принести. Антошка Арнольдов опустил блокнот и с недоумением взглянул на полковника. Солнцев продолжал. Мы не искали этой войны, и сейчас мы пока только обороняемся. Германцы имеют преимущество перед нами в количестве артиллерии и в густоте пограничной сети железных дорог. Тем не менее, мы сделаем все возможное, чтобы не допустить врага перейти наши границы. Русские войска исполняют возложенный на них долг, но было бы весьма желательно, чтобы общество со своей стороны тоже прониклось чувством долга к отечеству. Солнцев поднял брови. Я понимаю, что чувство патриотизма среди некоторых кругов несколько осложнено, но опасность настолько серьезна, что я уверен, все споры и счеты будут отложены до лучшего времени. Российская империя даже в 2012 году не переживала столь острого момента. Вот все, что я хотел бы, чтобы вы отметили. Затем нужно привести в известность, что имеющиеся в расположении правительства военные лазареты не смогут вместить всего количество раненых, поэтому и с этой стороны обществу нужно быть готовым к широкой помощи. Простите, полковник, я не понимаю, какое же может быть количество раненых? Солнцев опять высоко поднял брови. Мне кажется, в ближайшие недели нужно ожидать 1250-300. Антошка Арнольдов проглотил слюну, записал цифры и спросил совсем уже почтительно, сколько же нужно считать убитых в таком случае? Обычно мы считаем от 5 до 10% от количества раненых. Солнцев поднялся, Антошка быстро пожал ему руку и, растворяя дубовую дверь, столкнулся с ходившим атлантом, чахоточным, злохмаченным журналистом в помятом пиджаке, уже со вчерашнего дня не пившим водки. Полковник, я к вам насчет войны, проговорил атлант, прикрывая ладонью грязную грудь рубахи. Ну как, скоро берем вербит? Из главного штаба Арнольдов вышел на Дворцовую площадь, надел шляпу и стоял некоторое время прищурясь. Война до победного конца пробормотал он сквозь зубы. Держитесь теперь, старые калоши, мы вам покажем пораженчество. На огромной, чисто выметенной площади с гранитным грузным столпом Александра повсюду двигались куча бородатых нескладных мужиков. Слышались резкие выкрики команды. Мужики строились, перебегали, ложились. В одном месте человек пятьдесят, поднявшись с мостовой, закричали нестроенно «Уря!» и побежали, спотыкаясь рысью. «Стой! Смирно! Сволочи! Сукины дети!» перекричал их осипший голос. Это были те самые корявые мужики с бородами-веником, в лаптях и рубахах, с проступавшей на лопатках солью, которые двести лет тому назад приходили на эти топкие берега строить город. Сейчас их снова вызывали поддержать плечами дрогнувший столб империи. Антошка повернул на Невский, все время думая о своей статье. Посреди улицы, подзывавшей, как осенний ветер, свист флейт, шли две роты в полном походном снаряжении с мешками, котелками и лопатами. Их догнал вороной рысак, брызгая пеной. Широкозадый кучер осадил его. В коляске поднялась красивая дама и глядела на проходивших солдат. Рука ее в белой перчатке стала крестить их. Пробежали молча и озабочены какие-то мелкорослые парни. Толпа валила валом к Исакиевской площади, разливалась по ней, лезла через решетку сквера. И все эти десятки тысяч людей глядели туда, где из верхних окон матого-красного тяжелого здания германского посольства вылетали клубы дыма. За разбитыми стеклами перебегали люди, швыряли в толпу пачки бумаг, и они, разлетаясь, медленно падали. С каждым клубом дыма, с каждой новой вещью выброшенный из окон по толпе проходил рев. Но вот на фронтоне дома, где два бронзовых великана держали под узцы коней, появились те же хлопотливые человечки. Толпа затихла, и послышались металлические удары молотков. Бравый из великанов качнулся и рухнул на тротуар. Толпа завыла, кинулась к нему, началась давка, бежали отовсюду, в мойку их, в мойку окаянных, повалилась и вторая статуя. Антошку Арнольдова схватила за плечо полная дама, в пенсне и закричала ему, всех их перетопим, молодой человек. Толпа двинулась к мойке. Послышались пожарные рожки и вдалеке засверкали медные шлемы. Из-за углов выдвинулась конная полиция. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ